Ну, скажем из истории. Про мамлюков слышали? Конечно. Ну, народ таким был в Средней Азии. Мамлюки называли. Эй, не попал. Ну, рассказывай, не тяни за разину. Это было так. Султаны Каира вели постоянные войны. Захватывали множество рабов, в том числе и детей. Мальчишек грузили на галеры и везли в Египет. Их долго не кормили. И они начинали там, в трюмах, звереть от голода. Убивать друг друга за кусок хлеба. Оставшихся в живых воспитывали в специальных лагерях. Готовили из них солдат мамлюков. Командовали ими самые хитрые и ловкие. И из мамлюков выходил очередной правитель Египта. Он набирал себе новых рабов. Но мамлюки не могли сговориться между собой надолго. Каждый из них все хапал и хапал, давя остальных. Ведь они были рабы. И психология у них даже на троне была рабская. Да, задали мне со своими мамлюками задачу. Вчера весь вечер прокопался. Нам же в милицейской школе про мамлюков-то не рассказывают. К сожалению. Ну, а мои людишки почти все идиоты. Ничего толком-то пересказать не могут. Запомнили одно красивое слово. Мамлюк. И много у вас таких? Людишек. Достаточно. Ну, надеюсь, вы не станете отрицать необходимость борьбы с преступностью. Вы у нас случайный пассажир. Ну, а поп? Или тот же Могол? Это же серьезные люди, не вам че-то. Должен я знать, что у них происходит в мозгах. Если вы меня спрашиваете, то я ничего определенного сказать вам не могу. Опасную игру играешь, Мушкин. Агитацию разводишь. Под видом исторических анекдотов. То, видишь ли, про Спартака рассказываешь. Про монгольское иго. Хотя, при чем тут монгольское иго?